Работа центров трудовой мобильности направлены на поддержку занятости. Они не только представляют возможность найти работу, но и оказывают поддержку в обучении профессиональным навыкам. Работа центра трудовой мобильности области Абай в этом направлении хорошо развивается. Одним из проектов, позволяющих безработным гражданам освоить новую профессию и повысить уровень квалификации, является краткосрочное профессиональное обучение. В этой части системы образования реализуются различные образовательные программы с сокращенным сроком обучения. Благодаря таким программам можно приобрести необходимые навыки и эффективно их использовать. По информации центра трудовой мобильности в 2023 году краткосрочное профессиональное обучение прошли 300 человек. Из них 233 трудоустроены, а 16 открыли собственный бизнес. Теперь гражданам, которые проходят спецкурс, выплачивается стипендия в размере 10 МРП. Представляется оплата проезда 4 МРП, то есть мы оказываем полную поддержку гражданам в трудоустройстве. В прошлом году был спрос на такие профессии, как кондитер, парикмахер, мастер маникюра, официант, повар, сварщик, кочегар, слесарь, сантехник, портной, водитель сельскохозяйственной техники. В прошлом году около 300 человек прошли обучающие курсы. Обучение организовано в 18 образовательных учреждениях города. Его срок составляет 6 месяцев. Образовательные организации используют элементы дуального обучения. После сдачи квалификационного экзамена гражданам выдается свидетельство или сертификат. Возможность трудоустройства предоставляется как молодым людям, так и взрослым. Одна из тех, кто прошел обучение и сейчас работает кондитером – Алтнай Аскарова. По профессии она специалист организации дорожного движения. Однако после окончания учебы была вынуждена обратиться в Центр трудовой мобильности. В настоящее время я работаю кондитером. Трудоустройство мне помог Центр трудовой мобильности. В апреле-майе я обратилась в Центр, и они предложили мне трехмесячный курс. Я успешно его окончила. В целом профессия кондитера мне нравится. Я люблю работать со сладостями. После окончания курса мы сдавали экзамен. Центры занятости предоставляют необходимую инфраструктуру и поддержку для эффективного трудоустройства, способствуя стабильности на рынке труда. Напомним, в этом году на краткосрочное профессиональное обучение планируется направить 286 человек.